Безусловно, Расул Гамзатов был прав. Мы живем, чтобы оставить след дом или тропинку, дерево или слово. Его слова, облаченные в рифму, звучат спустя годы как доказательство. Творчество выдающихся авторов Когалыми помнят. Стихи Расул Гамзатова, я считаю, актуальны всегда, для любого поколения. Стих был о Дагестане, о любовь к родине, так как Расул Гамзатов всегда воспевал свой народ, свою республику. Он очень любил Дагестан, Кавказ и всегда о нем писал. Те, кто пришли на вечер в центральную библиотеку, узнали больше о жизни Расула Гамзатова. О том, как проходил обряд наречения поэта почетными старцами, о первых пробах пера в 11 лет и первой книге на аварском языке, которая вышла в 1943 году. Расул Гамзатов Мы все знаем, мы все читаем Расул Гамзатова, стихи на разных языках читается, весь мир читает. И мы тоже решили вместе с народом провести юбилей, столетие Расул Гамзатов в нашем городском библиотеке. Украшением вечера стали вокальные и танцевальные номера в исполнении артистов ансамбля народного танца «Адат» и «Кавказ». Все участники и гости присоединились к зажигательной лесгинке. Мы тоже в Покачах планируем в начале ноября представить себе такого рода мероприятия. Также хотелось бы поблагодарить организаторов за такое мероприятие, насыщенное, пышное мероприятие. Потому что такие мероприятия такого рода, они немаловажные, потому что наших детей, которые подрастают в поколение, их надо прививать к нашим обычаям, традициям, чтобы они знали свою историю, свои традиции, обычаи. На каком бы языке ни звучали стихи Расула Гамзатова, все они жизнеутверждающие, конечно, о любви. К родине, земле, людям, женщине и человечеству. В них искренность, живость, мудрые размышления философа-горца. Сергей Финцев, Евгений Скляров. Наши города.